Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Не знаю как вы, но я считаю экранизацию Мастера и Маргариты, сделанную Бортко, одним из лучших продуктов российской киноиндустрии 21 века. Очень хорошо подобраны актеры, почти полный перенос книги, ну и хорошая режиссура. Кому-то может не понравиться в главной роли Анна Ковальчук, но она из немногих актрис сумела показать Маргариту такой, какой ее описывал Булгаков. Мастер и Маргарита это произведение не для детей. И это связано как минимум с двумя факторами. Во-первых, чтобы понять произведение, нужно иметь очень большой кругозор и отличные знания истории. А во-вторых, произведение создано таким образом, что пытаться избежать откровенных эпизодов было бы совершенно неправильно. Центральная фигура произведения – Маргарита. Именно актрисе, которая играет Маргариту, предстоит в некотором смысле перешагнуть через себя, так как обойтись без сцен, которые сегодня будут иметь сенс, не для всех, никак нельзя. Анна Ковальчук, когда согласилась на главную роль, была рада сыграть Маргариту. При этом она прекрасно понимала, что ей предстоит. По ее словам, Владимир Бортко сделал все так, чтобы было максимально приближено к книге, но в то же время прилично. Самым сложным для актрисы был эпизод, когда она должна была пройти без одежды по улице. На актрису накидывали плащ, а в нужный момент, когда начиналась съемка, она плащ скидывала. Чтобы избежать посторонних взглядов публики, территория для съемки была оцеплена на большое расстояние, но все равно из окон люди подглядывали. Актриса совершенно никого не винит, что на нее так откровенно пялились. Она прекрасно понимала, что невозможно убрать людей из их домов, а снимать нужно было именно на живой натуре. К данному эпизоду она отнеслась вполне спокойно. Она актриса и сама согласилась на такую роль. Также не просто актрисе далась сцена балла. Металлический костюм, который был надет на актрису, очень больно ранил на покрытое ничем тело, оставляя шрамы. Плюсом ко всему он был еще и холодным. Снимали в большом павильоне, где нельзя было ничем нагреть воздух. Рядом ходили люди в теплых куртках, а Анна стояла почти совершенно в неодетом виде. Помните сцену Шабаша? Снималась она в августе. Озеро, в котором плавала главная героиня, находится в самом центре Санкт-Петербурга. Актрисе пришлось ступать по дну, где могли быть и осколки бутылок, и всякие острые железяки. А еще было видно, как рядом плавают водяные крысы. Все сцены полета были сняты, естественно, в павильоне. Актриса летала с помощью тросов, которые при помощи компьютера были удалены. Да и женская красота была также замаскирована спецэффектами. Если сравнивать версию Владимира Бортко с версией Юрия Кары, то можно сказать, что Бортко получилось все более-менее прилично с демонстрацией наиболее спортных в этическом плане эпизодов. А как относишься ты к экранизации Мастера и Маргариты? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео.